Встреча с этим фильмом у меня произошла, можно сказать, случайной. В то время я, находясь в длительном творческом простое, как кинорежиссер, слонялся по коридорам студии, а Шахназаров работал над фильмом «Мои из жаза». У него был подготовительный период, он проводил кинопробы с актерами и попросил меня подыграть актеру Борису Брандукову, царство небесное, замечательному украинскому артисту. Ну и я согласился, и очень старался, подыгрывал своему другу Борису Брандукову. А оказывается, Шахназаров задумал меня снимать в этой роли Степу Игрушко, и камера в основном снимала только меня. И вот этот провокационный материал, он показал Худсовету, и неожиданно для меня меня утвердили. И вот так я попал в эту картину. Карена я считал сумасшедшим человеком, Шахназаров, потому что я не музыкальный человек, у меня нет музыкального слуха, я никогда не пел, не танцевал, не играл на музыкальных инструментах. И Карен об этом знал. Я ему сказал, что это нереально, но он обеспечил меня хорошими учителями, которые со мной очень долго, можно сказать, мучились. Ну и в результате вот так получилась моя роль в этом фильме. Ну и как потом выяснилось, получился этот фильм, который стал очень популярен не только у нас в стране, но и за рубежом. Самым запоминающимся для меня это была сцена, конечно, где я пою куплет, у окна стоял мой чемоданчик. И сцена запоминалась не только тем, что я там убедил всех зрителей, что я очень музыкальный, что я сам пою, что я сам играю и так двигаюсь. А запомнилось тем, что я на этой сцене получил свой второй микроинфаркт. Так как снимали на натуре в Одессе, зевак было полным-полно. Вся съемочная площадка была окружена огромной толпой зевак, и все давали мне советы, как играть, как петь, как что. А у меня, представьте, нет слуха, слушаю фонограмму, не попадаю, нарушая аппликатуру. То есть не те беру аккорды, не всегда точно. В общем, Карен мучился целый день с этой сценой, но там произошла потрясающая история. Значит, там эта старушка стоит в арке, там старинного дома, огромных размеров старушка. Мы ее туда не ставили, это просто жительница этого дома, где проходили съемки. Она выносила мусор и услышала, что какие-то босяки поют старые одесские куплеты. И она вышла, встала прямо перед камерой и стоит, смотрит. Совершенно не соображая, что идет киносъемка, она думала, ну нормально, два пацана поют куплеты, им чего-то в кепочку там бросают. А там я хожу с кепочкой и говорю, там подайте скромным труженикам массовой культуры, кто сколько может. Но она думает, хлопчики зарабатывают. Закончилась съемка, она подходит ко мне и говорит, Санечка, и сколько же вам за весь день накидали? Я показываю эту мелочь, которую бутафорские деньги, которые мне кидали, и говорю, да вот 27 копеек. Она говорит, как? У нее ведро падает из рук. И на всю площадь, а голос у нее такой солидный, как закричит, граждане одесситы, то не будьте шкацапами, дайте этому хмырю хотя бы 3 рубля, не позорьте Одессу. Площадь вся просто легла от хохота, мы тоже. Но сцена была настолько трудна, она в таком напряжении страшном я работал, что жара была страшная. И очень я волновался, нервничал, и Карен очень нервничал. Я помню, у Карена даже голова начинала дергаться, нервный тик, потому что многое не получалось. Снимали с разных точек, и у меня прихватило сердце. Это был мой второй уже микроинфаркт, и я потом в дальнейшем снимался всю картину под наблюдением врачей. А это был один из первых наших съемочных дней, потому что Карен считает, что съемки надо начинать с самых трудных объектов. А это был трудный объект. Но эта сцена вот с этой бабушкой явилась как бы для меня ключом к моему характеру. Потому что я до этого никогда не был в Одессе. Я море-то впервые увидел на фильме «Мэйс Джаза», на работе над этой картиной. Потому что я не знал, как играть Одессита. Сначала мы так думали, и Карен так думал, что Одесситы все острословы, юмористы, хохмачи. Ну, как Рома Карцев, Миша Жванецкий. Вот, за слово в карман не лезут, так сказать, остряки такие, весельчаки. И вот присмотревшись к Одесситам, вот к таким бабушкам, мы поняли, что Одесситы – это очень серьезный народ. Редко шутят, еще реже позволяют другим это делать. Ко всему относятся очень серьезно. И вот эту-то бабушку, увидев, вот как она серьезно обратилась к одесситам. Дайте хотя бы этому хмырю три рубля. Вы что, позорите Одессу? Причем в честь Одессы, понимаете, масштаб какой в ее просьбе. И вот этот серьез я взял на вооружение. И в дальнейшем, чем серьезнее мой персонаж был в картине, в любых ситуациях, в которые он попадал, он очень у меня серьезный, Степа Грушко. И вот чем серьезнее я там, тем смешнее зрителю. То есть вот этот серьез явился элементом комедийности. И вот эту природу комедийности я потом взял на всю свою жизнь. Меня после этого фильма стали считать комедийным актером. Потому что я предельно серьезен в любой абсурдной ситуации. А это почему-то вызывает у людей смех. Так что этот фильм действительно породил меня как актера комедийного, во всяком случае. Вот этот момент, мне вот эта сцена очень запомнилась. Очень запомнилась. А так вообще, когда мы вспоминаем эту картину, Однажды даже у Шахназарова такая была ностальгическая надежда высказать такое пожелание, что ли, своим друзьям. Мы так как-то собрались. Ну, кто работал на этом фильме, Карен сказал, говорит, А что, ребятки, если мы тряхнем стариной, вот соберемся, да и снимем еще такую картину. Ну, подумали-подумали, и пришли к выводу, что собраться-то мы соберемся. А вот снять такую картину навряд ли сможем. Вот, потому что картина, мы из «Жаза» и «Зимней очереди в Гаграх» Снимались на каком-то, знаете, таком озорстве, хулиганстве. Мы не знали, что будет успех. Просто вот от души отрывались и все. А получится так получится. Тем более музыкальных фильмов у нас в кинематографе, ну, вообще почти нет. И мы понимали, что картину будут пристально рассматривать, будут искать изъяны во всем. Мы ко всему были готовы, но шли вот так вабанг, хулиганили. И мы молодые, Петр Иванович Щербаков с нами был единомышленником, потом Евстигнеев к нам примкнувший, Боря Брандуков, царство небесное этим людям великим. Во что верили? Черт тебя знает. То ли в себя, то ли в волшебную силу искусства. Ну, хулиганили от души. Просто вот нам было радостно, и мы хотели поделиться этой радостью со зрителями. Мне кажется, вот этот градус, этот камертон, заданный вот группой нашей, ну, в первую очередь, конечно, режиссером и драматургом Бородянским, дошли до зрителей. Прекрасная операторская работа. И работа Володи Шевцика была еще интересна тем, что он удивительно музыкальный кинооператор. Во-первых, Володя владеет многими музыкальными инструментами. Он даже группу операторскую, техническую группу, там, ассистентов, помощников, механиков, подбирал музыкальных, чтобы они любили музыку, чтобы они имели музыкальный слух. Поэтому панорамы у него все идут в джазовом ритме. Он насвистывал джазовую мелодию, и в этом ритме катили тележку, в этом ритме ассистенты переводили фокус на актера, понимаете? У нас вся картина, она изнутри джазовая. Поэтому вот фильм джазисты очень любят. Я вот не имею музыкального образования и вообще отношения к музыкальности, тем более к джазу, потому что у меня на Алтае, на родине, до сих пор с джазом очень напряженно в деревне, да. Но я являюсь почетным членом нескольких джазовых клубов России, представляете? И даже на джазовые конкурсы, на джазовые фестивали меня всегда приглашают как и почетного члена, а вот она несколько фестивалей даже приглашали членам жюри. Вот, так что я даже горжусь и хвастаюсь этим, что он убедил всех, что я владею музыкальным инструментом. А поет за меня мой кинооператор, вот, Володя Шевцик. Он очень музыкальный человек. И, что интересно, значит, кролл Анатолий Ашерыч, композитор наш замечательный, с которым мы дружим и который, ну, тоже наш, вот, как говорят, соратник, был и остается по сей день. Они с Кораном много картин работают вместе. И Анатолий Ашерыч вот перед Шевциком поставил задачу спеть так, чтобы тембрально голос был близок к Панкрату Чурному, но вместе с тем, чтобы он напоминал немножко молодого Утесова и немножечко развязанность такой мостик современности Аркаши Северного. Так вот, Шевцик нашел и то, и другое, и третье. И поэтому многие зрители даже отличить не могут. Говорят, да Панкратов поет. И меня часто приглашают выступать в каких-нибудь праздничных концертах. и говорят, Саша, ну, споешь чего-нибудь там, спляшешь, станцуешь. И когда я говорю, что я не музыкальный, они говорят, ну, зазнался, выдрючивается. Да, и это было забавно. Так что вот так вот картины рождаются тогда, когда вот собираются единомышленники.